Британская полиция вновь получила сообщение о появлении дронов в небе над лондонским аэропортом Гэтвик. Патрули срочно приехали на место. Однако выяснилось, что очевидцы приняли за беспилотники фонари на башенных кранах. А между тем, следователи так и не смогли найти человека, который на прошлой неделе несколько раз блокировал работу воздушной гавани, одной из самых загруженных в мире. Репортаж нашего Субкора в Лондоне Александр Хабарова. Поиски злоумышленника, который на прошлой неделе парализовал работу аэропорта Гэтвик, затягиваются и пока не дали никакого результата. Вначале полиция арестовала семейную пару из соседнего городка Кроули, но после полутора суток допросов и обысков была вынуждена их отпустить. Выяснилось, что 47-летний мужчина попал под подозрение из-за того, что увлекался авиамоделированием. Но в те дни, когда над Гэтвиком летал загадочный дрон, он был на работе. И нашлись свидетели, готовые это подтвердить. Полиция в растерянности. Представитель полицейского управления графства Сассекс договорился до того, что, может быть, и вовсе не было никакого летательного аппарата. Мы располагаем информацию от многих свидетелей в Гэтвике, которые утверждают, что видели дрон или что-то на него похожее. На основании этой информации мы и работаем. Конечно, нельзя игнорировать возможность, что никакого дрона вообще не было. Полиция утверждает, что их представители не так поняли, и расследование идёт полным ходом. Якобы недалеко от Гэтвика найдены обломки какого-то дрона, который сейчас изучают. Кроме того, один из свидетелей утверждает, что в минувший четверг на одной из дорог вблизи Гэтвика видел человека, который, возможно, и был тем, кто управлял летательным аппаратом. Я доставлял посылку и проехал мимо подозрительного человека в жёлтой светоотражающей жилетке. Он склонился над большим светящимся дроном. Это был большой аппарат с огнями на крыльях и больше метра в длину. Рядом с ним находился ещё один небольшой дрон. По словам очевидца, мужчина явно спешил. И, собрав свои дроны, уехал на велосипеде. Но полиция о новых подозреваемых пока ничего не говорит. Администрация аэропорта Гэтвик горит желанием найти и наказать винонных. Здесь объявили вознаграждение 50 тысяч фунтов стерлингов. За информацию о злоумышленнике, из-за которого пришлось отменить свыше тысячи авиарейсов и были нарушены планы десятков тысяч людей. Возле Гэтвика ещё как минимум неделю будут дежурить британские военные, в распоряжении которых есть целый арсенал средств радиоэлектронной борьбы, включая мощные подавители частот, уже испытанные на дронах боевиков ИГИЛ в Ираке. Александр Хабаров, Илья Мурдюков, Вести, Великобритания.